В Ярославле начали ремонтировать улицу Спартаковскую. Она в списке 23 улиц в областной столице попала в федеральный проект безопасной и качественной дороги. Этим летом на Спартаковской заменят асфальтовое покрытие. Сегодня на месте работ побывала инспекция. Яна Хромова подробнее. До резинотехники добрался большой ремонт. На улице Спартаковской снимают старый асфальт. Дорожное покрытие заменят на протяжении двух с лишним километров. После снятой крошки ехать намного приятнее и самое главное неприятно, а возможно. Вот надо применить это слово. Чем было до этого. Поэтому Спартаковскую мы ждали. Мы очень рады, что мэрия сразу же встала четко на то, что в этом году мы сделаем улицу Спартаковскую. Объем работ 30 тысяч квадратных метров нового асфальта. Два слоя. Верхний щебеночно-мастичный, более прочный и износостойкий. Также замена бордюров, 4 остановки и искусственные неровности. Стоимость работ 44,5 миллиона рублей. Работы выполняет группа компаний ЕКС. Фирма занимается строительством по всей стране, в том числе дорожным. В Ярославль она пришла впервые, купив углическое ДСУ. Постоянно езжу между угличем и Ярославлем, конечно. Много сейчас по Ярославле езжу. Но дороги крайне в таком состоянии. Растоят ваши дороги долго? Минимум 5-6 лет должны. Но 4 года гарантия у нас все равно. Мы от этого никуда не денемся. Но я считаю, что 4 года точно выдержит. Подрядчик ремонтирует дороги в Заволжском и Дзержинском районах. Всего 9 объектов. Пока рабочие не вышли только на улицу Блюхера. Два района была переигровка конкурса. Это на Дзержинский и Заволжский район. То есть, соответственно, и это также повлияло на то, что подрядная организация поделилась достаточно поздно. Ну и плюс то, что здесь работы выполняют еще сетевые организации по прокладке ливневой канализации. Есть вопросы к этому подрядчику по установке бордюрного камня. Уже есть объекты, которым мы уже задаем эти вопросы. Здесь мы очень смотрим за качеством выполняемых работ. Сроки окончания работ 1 октября. До этого времени в Ярославле отремонтируют 23 улицы общей протяженностью порядка полусотни километров. На эти цели выделен миллиард рублей из трех бюджетов. Яна Хромова, Максим Сушанов, Новости города.